Здравствуйте! Это снова Владимир, веду репортаж из подземелья. Теперь я хотел сегодня показать вам в этих советах по возведению опалубки и фундамента всю пространственную раму, которая держит всю конструкцию. Значит, вот это был помост, на котором мы сняли последнее видео. Тут лежали доски, которые мы отсюда переместили вот сюда. Вот они. Итак, с первого дня мы залили по десятую доску. Всего тут будет три заливки. По десятую доску, по двадцать вторую доску и крышка. Чтобы было меньше швов холодных. Вообще холодные швы делать нежелательно, но при ручном замесе по-другому не получается. Так вот, вы видите, что примерно каждые 65-70 сантиметров мы делали раму из досок, соединяющую длинные и короткие части опалубки. Вот, вы видите, да? Вот одна рама, вот вторая, вторая и третья. Дальше уже не нужна рама, потому что дальше будет уже перекрытие опалубка, которая будет отдержать. Вот, объясню значение вот этих вот, назначение этих двух досок-пятьдесятки. В процессе заливки мы установили, что опалубка отклонилась от проектного положения 7 мм. Но так как доски уже были собраны, руками оттянуть это невозможно. Мы взяли доски, вот сюда уперли, рассчитали точное расстояние и ударами кувалды осаживали их и зафиксировали, пока вот эти две доски, которые ушли, не стали в проектное положение. Так, теперь вылезем на свет божий и продолжим рассказ уже там. Оп, не там. Бедный мой оператор, он тоже лазит со мной. Кстати, вот хорошо видно. Максим, сними вот этот. Вот, смотрите. Вот, смотрим вот сюда. Если пытаться опалубку шатать здесь, то она стоит точно. А если, выше покажи, а если шатать, прожить силу на плече 60 см, я буду шатать, покажи. Смотрите. Видите, двигается. Это демонстрирует, что чаще, чем 60-70, усиление ставить нельзя. Потому что сила, приложенная в точке усиления, она действует. Хоть тут и 4 самореза, или 3, или 4, это достаточно много. Хоть 10 закрутите, все равно будет. А если сила прожена вот в эту точку, вот это усиление не действует. Поэтому 60-70 см обязательно, иначе вот, видите, двигается. Вот это. Так, теперь, тут же находись. Смотрите. Так как теперь высота не 2,5 метра, лить мы будем прямо с поверхности земли. Сюда поставим бетономешалку. Прикрепим к ней жёлоб, и будем лить вот сюда. И так передвигать по мере необходимости. Насколько вы помните, котлован был ужасно неровный. Сейчас мы покажем, как с этим бороться. Максим, иди сюда. Вот здесь наиболее кривое место, надо показать им внутреннюю часть. Здесь вместо 20 см, от 36 до 40 см, мы долили где-то метр от земли. И чтобы не хоронить бетон, вставили ОСБ. ОСБ временно, подкладки из досок, компенсирующие вот эту величину, 10-15 см, мы положили. Но ОСБ же мягкое, и оно бетоном будет сжато. Поэтому мы сюда, сюда будем лить бетон, и по мере поднимания высоты столба бетона, будем сюда засыпать песок. Чтобы компенсировать с движения палки. Это всё просто так. Это размер проектный. Это временное крепление доски, для того, чтобы самая первая порция бетона не прижала ОСБ к стене. И потом, по мере заливания бетона, сюда засыпать будем песок. Так понадобилось только в двух стенах. Вот в этой, и вот в этой. Здесь наоборот. Стена завалена вверх. Наоборот, вместо 20 см, вверху она настигает 16 см. Но так как бетон армированный, 16 см вверху вполне достаточно будет. Вот наиболее сложная ситуация, вот на этой стене. Здесь внизу проектное положение, а вверху резкое расширение забрушения грунта. Мы дольём где-то на высоту 1 метр, а последнее 60 см мы будем использовать вот ту фанеру и вон тот обрезок ОСБ. Мы вставим их прямо в бетон, а здесь также будем подсыпать песком. Многие спросят, ну, стенка вот эта внешняя получается не очень ровная. Ну, здесь она никак не используется, хоронится в земле, ни гидравитация, ничего не наклеивается. Плюс вина не наша, а экскаваторщика. Хозяин сказал ему всё равно, лишь бы внутренние стены были по вертикали, по горизонтали, всё точно. Пойдёмте, покажу ещё одну фишку. Этот объект в городе находится. Проблемы с сохранностью материала не существует, то есть можно сложить у хозяина. И просто, чтобы не заморачивать хозяина, зная, сколько мы в день вырабатываем цемента, вырабатываем мы при такой тонкостенной заливке где-то 3-3,5 куба, мы привозим тонну цемента, и их как раз хватает на 3,3 куба. Плюс остатки с предыдущего дня. Это как бы сервис для хозяина. Но часто работа идёт за городом, и нет возможности сохранить где-то цемент от людей, которые хотят его украсть. Поэтому песок и щепель мы привозим и храним прямо там, на объекте. А цемент каждый день привозим. Максимум при работе 2 человек можно залить 5 кубов с вибрацией, с укладкой. Это полторы тонны. Это можно прицепить на простом прицепе к Жигулябре, на любые Жигулини, на любая машина среднего класса притачивание к полторы тонны. Единственное, что прицеп этот маловат, но есть большие прицепы. Поэтому, если вы строитесь за городом, есть проблема с сохранностью цемента, если у вас нет временной готовки, вахтовки, привезите сыпучие, арматуру сразу повяжите, чтобы не было трудно воровать. Опалку сразу соберите, чтобы не было смысла её воровать, для начала не было разбирать. А цемент, как самый дорогостоящий и капризный материал, возите по мере необходимости. От тонны до полутора тонн. Вырабатывайте прямо на месте. И тогда воспроявленной сохранностью материалов не будет. На сегодня у меня всё.